Сегодня 31-я годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС. Это крупнейшая техногенная экологическая катастрофа за всю историю человечества. С ее последствиями борются до сих пор. Безопасен ли Чернобыль сейчас, расскажут наши корреспонденты. Это сооружение весит целых 25 тысяч тонн. Столько металла хватит для возведения с полсотни монументов родине матери. Новое укрытие над четвертым энергоблоком соорудили полгода назад над старым саркофагом, который закрывал разрушенный реактор последние 30 лет. Главная опасность старого сооружения, падение этих конструкций могло привести к пылеобразованию, выбросу пыли. Новое современное укрытие, герметичное и роботизированное, говорит бывший директор ЧАЭС Сергей Парашин. Когда произошел взрыв, он был начальником смены. Утверждает, новое здание полностью защищает от радиации как воздух, так и подземные воды. У нас здание двухметровая толщина плиты. И здесь конструкция прочная. В ближайшие 100 лет никаких опасений нет. Население может чувствовать себя безопасно абсолютно. Взрыв на ЧАЭС произошел ночью 26 апреля 1986 года. Во время испытания турбогенератора на четвертом энергоблоке. Радиоактивный выброс специалисты оценили в 300 хиросим. Облако от аварии накрыло европейскую часть СССР, большую часть Европы и восточную часть США. В 31-ю годовщину аварии в зоне отчуждения побывали президенты Украины и Беларуси. Мы завжди маємо пам'ятати про це. Про ці незгодені рани, з якими ми, як народ, живемо, і які будуть ще впродовж тривалого часу нагадувати про себе страшними діагнозами, діагнозами про інвалідність і, на жаль, діагнозами про смерть. Последствия аварії на ЧАЭС ліквидували около 600 тисяч людей. Тогда в Чернобыль ехали люди со всех уголков страны. Среди них були і більше полутысячі жителі Покровська. Роман Четверик помнит кожну минуту із свого двохнедельного пребывання в радиоактивной зоне. Там он служил водителем пожарной машини. Говорит, із шести членів екіпажа сейчас в живых остался только он. Перший виїзд у нас був 4 мая на станцію. Ми сначала стояли, дежурили на случай повторного возгорання реактора. А потім уже занимались дезактивацией непосередньо возле реактора. Цветы к меморіалу чернобыльской слави сегодня возлагали і жителі неподконтрольного Донецка. Сейчас в городі проживаєт около 2,5 тисяч ліквидаторів. Последствия аварії на ЧАЭС. Тем временем, чтобы сделать Чернобыль полностью безопасным, уже в этом году под новым укрытием начнут изымать остатки ядерного топлива. Чтобы не облучались люди, работать будут роботы. Андрей Звягинцев, Сергей Маргун, Вячеслав Филюшкин, Телеканал Донбасс.